Мы в Нижегородской консерватории Фестиваль существует уже 12 лет Каждый раз организаторы формируют уникальную концепцию, которая позволяет наиболее целостно раскрыть одну из сторон исполнительства на народных инструментах Например, первые фестивали были посвящены открытию класса аккордеона в консерватории И, соответственно, их главной темой был аккордеон На этот раз в центре внимания оказался баян Баян сегодня – это полноценный академический инструмент Но до сих пор даже в профессиональных кругах сохраняются стереотипы, с которыми сталкиваются исполнители Баян – это частушки, это песни и так далее То есть у людей складывается именно этот раз Второй момент – люди не верят, что инструмент может развиваться Третий очень важный момент, о котором я сегодня говорил О том, что когда мы берем, например, переложение, делаем, да То есть когда мы берем пьесы, которые написаны были в оригинале для скрипки, для клавесина, для фортепиано, неважно И когда мы делаем это плохо, ну просто реально плохо И это выносится, например, на сцену, на какую-нибудь большую Это вызывает вопросы Это вызывает вопросы и у кого-то улыбку У кого-то просто, как бы, народники, что вы делаете? То есть если вы играете какие-то переложения, нужно делать так, как композитор написал для этого инструмента Главная задача фестиваля – не только познакомить широкого слушателя С актуальной картиной баянного исполнительства, но и проследить исторические вехи его становления Кем и в какой момент миф о свадебном баяне был разрушен Было века большинство привыкли к тому, что этот инструмент народный С которым проходили демонстрации, отмечали праздники, свадебные Так вот, кто-то утверждал, что не надо без баяни делать химический инструмент А кто-то говорил о том, что этот инструмент, который подвластил все Вот облик современного баяна-копиода еще в 60-е-70-е годы увидел Николай Яковлевич Чарик Для баянистов всего мира Николай Яковлевич – композитор, педагог, классик академической народно-инструментальной культуры И 30 лет своей жизни он посвятил Горьковской консерватории Благодаря его работе сегодня Нижегородская кафедра народных инструментов находится в авангарде баянно-аккордеонного исполнительства Он был флагом, знаете, как ледокол идет, который льды, непонимание, потом разламывая, разламывая Он когда написал первую сонату, никто поверить не мог, что во время войны сонату Ну, надо сонату быть для фрейта, а то сонату для баянина Вообще никогда сонат не было, а то во время войны рождается сонат Он писал музыку, и в своей музыке он ставил те задачи, которые необходимо было решать Если ты хочешь быть музыкантом, надо решать, понимаете? Поэтому его сочинения, они повлияли и на развитие нашего исполнительства во всех странах, мира Вот благодаря его этой работе В своей сонате Чайкин раскрыл огромный вид Художественный потенциал баяна И сегодня баян – это музыкальный хамелеон Исполнители смело экспериментируют И в ансамбле с другими академическими инструментами Порой рождаются необычные музыкальные явления Музыканты работают в стиле кроссовер Синтези классической рок- и поп-музыки в авторской обработке Каждое выступление – это удивительный пример коллективного творчества Музыканты работают в стиле кроссовер В большом зале приглушен свет Гости концептуального концерта «Отражение» внимательно слушают Они наблюдают за музыкальным диалогом Оппоненты – рояль и баян В творческом тандеме выступают ректор Нижегородской консерватории Юрий Ефимович Гуревич и пианист Руслан Разгуляев За пять дней фестиваля на сцене большого зала выступили лучшие баянисты России Педагоги ведущих музыкальных вузов и талантливые студенты Они исполняли произведения сольные и ансамблевые Оригинальные и переложения Звучала современная музыка и образцы классического репертуара Благодаря кафедре народных инструментов Нижегородской консерватории Сегодня баянная музыка стоит в авангарде отечественного академического искусства И из года в год участники фестиваля доказывают, что баяну подвластно все Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова